Окей, давайте начнем. Поставил смешную заставку, ее когда-то со мной сделали на одном из воркшопов. Добавил сюда один мем. Надеюсь, я там как-то поднял настроение с утра. Потому что у нас сегодня будет такая достаточно непростая тема. Она будет включать в себя такой как бы граунд по графике, достаточно обширный, который я запихнул где-то в полчаса. И куча разных методов в 3D с крутыми результатами, но иногда с очень сложной имплементацией. Давайте быстренько поговорим про план. Начну я с небольшого интерпроса себя, совсем коротенького. Потом мы поговорим про что общая лекция, что я имею в виду под 3D методами. Почему это важно? Важно это очевидно, потому что есть какие-то крутые применения. Поговорим про применение. Дальше будет вот этот блок по графике. И секция в формате проблема и ее решение. Ну, решение в виде пейперов, в виде каких-то тулов имплементации. Обсудим, как эти тулы устроены, как они решают эти задачи, какие там есть трюки и всякое такое. Смотрите, я эту лекцию не репетировал конкретно, поэтому иногда могу непонятно рассказывать и говорить какими-то абстракциями. Если вы меня там ловите, говорите об этом, я остановлюсь, спокойненько поясню какие-то фундаментальные штуки, чтобы всем было понятно. И опять-таки, если у вас возникают вопросы в процессе, просто перебивайте меня, не думая, скорее всего, если у вас есть этот вопрос, он есть чего у кого-то в аудитории, и кто-то тоже что-то не понимает. Вот. Есть у кого-то вопросы сейчас? До начала? Окей. Если нету, то погнали. Так, почему у меня слайдник? Да. Коротенько про себя. С академической точки зрения я закончил бакалавриат физтеха, параллельно с ним шац, и потом пошел в магистратуру с колтеха. Вот. Делал там разные всякие CV и NLP штуки. Как ни странно, за одну магистратуру. Вот. Да, я недавно опубликовал пейпер на iStar конференции. И как раз он меня достиг из моей маги. Вот. С индустриальной, со стороны индустрии я работал в нескольких стартапах, пытался заниматься разными вещами, пытался везде успеть за всем машинлёрнингом, но в итоге понял, что это стратегия провальная, что даже в одной области, чтобы сделать что-то, ну, что-то классное, нужно прям сильно углубиться в какую-нибудь маленькую-маленькую подобность того же Computer Vision. Вот. И сейчас работаю в Snapchat, в Лондонском офисе, веду проект по 3D-реконструкции объектов. Типа, есть фотки примерно, там, ну, штук 100-200, можно их снимать в разных условиях, в каких-то известных кондишенах, неизвестных. Вот. И хочется уметь восстанавливать по фоткам объекты, чтобы scalable делать ассеты. Типа, просто так создать 3D-ассет занимает 40 часов, у дизайнера, ему за это надо платить, закапчивать фотки можно автоматически, и этот ассет просто восстановить. Вот. Ну, понятно, что у этого есть применение, там, AR-шоппинг, AR-т район, всякое такое, ну, и просто какие-то реалистичные, реалистичные штуки, ну, штуки из реального мира на сцену можно добавлять. Хорошо. Лекция называется 3D-методы в компьютер-вижене. Что я имею в виду под 3D-методами? Мне, на самом деле, было непросто это как-то определить. Хотелось какую-то такую границу провести. Давайте мы будем называть 3D-методами все, что будет использовать какое-то явное 3D-представление сцены. Что такое сцена, это мы отдельно поговорим. Вот. Ну, хочется как-то проиллюстрировать это определение, что мы будем иметь сегодня в виду под 3D, что, ну, как бы, что будет для нас, что будет для нас обычным дипломерным. Давайте рассмотрим такую задачу. Вот пусть мы хотим генерировать какие-то картинки и уметь делать с ними какие-то простые преобразования. Допустим, мы генерим, у нас здесь датасет голов людей, голов кошек, мы хотим генерить голов людей и кошек и уметь их поворачивать на какой-то, ну, достаточно ограниченный угол, там, плюс-минус 40 градусов. Эту задачу, на самом деле, можно решить просто при помощи Conditional Gun. Можно взять датасет, разметить его на повороты головы и кондишенить генератор-дискриминатор на этот поворот. Вот. И потом, если все правильно обучится, вы сможете при одном и том же латенте подавать разные повороты в генератор и головы будут вращаться. Вот. Да, проблема в том, что, чтобы разметить такой датасет, нужно правильно задачу поставить, нужно его как-то разметить. Не очень понятно, как определить поворот головы, ну, то есть, можно здесь, не знаю, кейпоинты извлечь, посчитать какой-то вектор, который идет от лица человека, ну, такой, как бы, нормальный по этим кейпоинтам и смотреть, насколько она повернута. Вот. Но у этого будет определенная ошибка, связанная с... Ну, с тем хотя бы, что кейпоинты не идеально извлекаются. Вот. Там, может быть, какие-то косяки, запредюшенные вашим алгоритмом. Ну, и размечать это by hand не очень понятно, как. Вот. И в 2019 году вышла такая статья. Она сейчас уже абсолютно непрактическая. Есть гораздо круче статьи, но у нее есть... Но у нее очень крутая идея. Давайте мы будем... У нас не будет вообще... У нас не будет кондишена в дискриминаторе. Давайте мы будем делать следующую штуку. Мы возьмем какой-то латент и переведем его в 3D-пространство. То есть, типа, накидаем слоев так, что все в итоге переводится в четырехмерный тензор. Три пространственные размерности и одни фичи. То есть раньше у обычных конволюционных слоях было две пространственные размерности и фичи. Здесь будет три. Вот. И в процессе обучения будем применять к нему какие-то 3D-прообразования. Допустим, поворот, сдвиг и пич. Ну, то есть, поворот вот такой и поворот пич. Типа, смотреть немножко сверху, немножко снизу. Вот. Прямо вот к этому тензору фичей. И посмотрим, что будет. И произошло так, что как только мы эти фичи отобразили в... Как только мы фичи из латента отобразили в 3D и начали их вращать, у нас в процессе обучения начала появляться какая-то 3D-репрезентация, которая задавала геометрию того лица, который мы хотим сгенерить. И в итоге эта архитектура позволила полностью супервайз выучить поворот объектов. У них там есть в примерах машины. Машины прямо вообще на 360 градусов вращаются. Лица и так далее. То есть, качество видно, что 19-го года. Видно, что это не StyleGAN, хотя он где-то примерно в то же время вышел. Но тогда еще не успели заимплементить идеи оттуда. Я думаю, что если вот эту идею впилить в StyleGAN, то тоже что-то неплохое получится. Конечно, сейчас уже наука дальше ушла. Вот то, что я вам показал результат статьи, которую мы сегодня обсудим, грамм, она вышла в и дед, получается, на 7-пиар этого года. И там реально какой-то результат на примерно такой же задаче. В чем, собственно, идея этого примера? В том, что здесь мы взяли, начали применять какой-то 3D-метод где-то посреди гана. Начали что-то поворачивать, какие-то фичи. И получилось так, что мы выучили крутую 3D-репрезентацию вообще забесплатно. Ничего не размечали. И у нас поворачиваются объекты. Это круто. То есть 3D-методы позволяют внести какой-то прайор о том, что наш мир 3D, и его нужно учить именно так. То есть вот здесь халаган вынужден учить какую-то репрезентацию, поворачиваемую, из которой можно сгенерить лицо. Ну, понятно, что там выучится что-то объемное, похожее на лицо, и он потом начнет на это накидывать 2D-слои, и уже это отрефайнит. Вот идея такая. Если есть какие-то вопросы по этому моменту, спрашивайте. Если нет, перейдем к мотивации. То есть, да, круто, можно поворачивать головы, но зачем это вообще нужно в реальном мире? И в реальном мире это нужно, потому что на это сейчас есть большой спрос в нескольких разных областях. То есть очень много сейчас завязано на 3D, допустим, какой-нибудь AR. Сколько я работаю в Snapchat, я не могу не прорекламить крутую фичу. Надеюсь, будет видно это. Идея в том, что не так давно ребята из соседней команды восстановили меж Лондона. Они взяли кучу-кучу фотографий Лондона, запустили гигантский structure for motion на этом, на много-много сотен терабайтс, и типа получили-получили меж основных районов каких-то. И вот можно теперь делать какие-то коллаборатив штуки. То есть можно просто технологически можно как бы с телефона, если ты смотришь на какую-то штуку, и у тебя есть меж Лондона, ты можешь себя в нем найти. Вот просто по кейпоинтам я расскажу потом как. И это позволяет делать какие-то коллаборатив штуки, покрасить стены, прикрепить какой-то объект, в общем, сделать какие-то классные приколы, заработать на этом много денег, много коллабораций. Еще очевидное применение это iArt район, там тоже нужны 3D-методы, там нужно извлекать 3D-кейпоинты и как-то натягивать на них меж. После этой лекции, я надеюсь, будет понятно, как это делается и как это заимплементить. Следующее применение, но тоже очевидно self-driving, машина ездит в 3D, нужно уметь находить себя относительно других объектов, нужно уметь находить объекты сами, чтобы в них не врезаться, нужно уметь понимать, что вокруг происходит. Еще одна тоже прикольная статья, типа где используют 3D-метод, сейчас я звук выключу, где используют 3D-метод. Можно эту штуку? Да, где используют 3D-метод для того, чтобы восстанавливать депс-мапу для того, чтобы хватать прозрачные объекты, типа стекла. И проблема в том, что прозрачные объекты не трекаются там типичными штуками, которые используют в этой области типа RealSense, где-то у них здесь этот пример есть, что на RealSense его не видно. Да, в общем, чуваки учат нерв, о которой мы чуть позже поговорим, для того, чтобы можно было нормально восстановить депс-мапу и нормально схватить объект. Вот они делают роборуку, которая благодаря этой депс-мапе может хватать стекляшки. То есть решаются как какие-то интертеймент задачи, которые связаны с нашим 3D-миром, так и какие-то узкие, типа вот конкретные фичатом, типа хватать рукой прозрачные объекты. Еще есть большой спрос на реалистичную графику. Как мы сегодня поймем, у компьютерной графики есть определенные ограничения, потому что это все-таки модель. То есть свет... Все, что мы видим, это, по сути, свет, идущий к нам в глаз от сцены вокруг. И свет по сцене распространяется очень-очень-очень сложным способом, и прям точно его смоделировать не получится никогда. Поэтому компьютерная графика – это такой набор хаков, который позволяет создавать какие-то похожие на реальные штуки на реальные штуки репрезентации. Но поскольку это какой-то предефайент набор тулов, он очень ограниченный. Всегда будут кейсы, которые он не покрывает. И с другой стороны есть сетки, которые могут выучивать какие-то супер-супер реалистичные реалистичные репрезентации, и потом их рендерить. И на стыке этого можно сделать что-то очень крутое, что будет давать нам возможность рендерить фотореалистичные сцены. Ну, тут вопрос, рендерить уже можно, вот я вам показываю пример, но там еще есть куча челленджей, типа менять освещение, типа как-то менять саму сцену, убирать из нее что-то. Вот над этим наука сейчас активно работает. Окей, коллеги, есть у вас какие-то вопросы, к этому моменту? На всякий случай. Нет. Окей, кайф. И давайте поговорим с вами про графические примитивы. Самый базовый примитив, который я смог придумать, это сцена. Ну, что такое сцена? Это какая-то модель, модель небольшого кусочка нашего или не нашего мира. Просто какая-то модель, из которой мы хотим получать изображение, в которой мы хотим как-то находить себя, передвигаться, и всякое такое. И процесс получения изображения из сцены называется рендерингом. Тут все просто. Сейчас я промотаю свой план, чтобы убедиться, что я ничего не забыл. Да, основной посыл этого слайда в том, что сцена можно представить кучей способов. Давайте скажем, что у нас есть 3D-пространство, вот у нас есть 3D-пространство, и как мы их можем... Секунду, у меня почему-то спикер приключился. Сейчас, секунду. Что-то делаешь. Очень странно, было уведомление, потому что у меня... Скажите еще раз что-нибудь, что-нибудь. Потому что у меня наушники захватили лазить. Бием. Окей. Хорошо. Вернемся к сцене. Основной посылой слайда в том, что сцену можно представить кучей способов. Можно... Ну, я думаю, что вы наверняка слышали, что такое меш. Это просто поверхность из треугольников, ну, или каких-то других геометрических примитивов. Эту сцену можно представить как набор мишей, как набор каких-то там неявных репрезентаций. Эту сцену можно генерить ганом тогда. По сути, сцена будет представляться латентом. Эту сцену можно задать просто как набор шаров, то есть их центров, радиусов и их цвета. Ну, и там как уже эти тени друг на друга накидаются. Ну, понятно, что нужно еще какое-то освещение. Посыл слайда в том, что вот у нас есть картинка, но не очень понятно, как она создается. И мы сейчас поговорим про то, как нужно задавать сцены, какие есть классические способы для этого. И потом дальше на это будем опираться в наших методах. Окей. Один из основных объектов графики – это камера. Думаю, понятно, почему камера. Это то, что переводит 3D-сцену в 2D-картинку. У нас есть камеры в реальном мире, которыми мы можем фотографировать наше 3D-пространство и получать 2D-фотки. И наш глаз – это тоже камера. Они устроены концептуально примерно одинаково. Есть все это простая математическая модель. Называется pinhole. Если вы возьмете коробочку с очень маленькой дырочкой и будете, ну и даже не будете через нее смотреть. Ну просто, да, вы возьмете коробочку с маленькой дырочкой и если вы возьмете точку на задней стороне этой коробки, то есть единственный луч, который проходит из этой точки через эту дырочку в сцену. И получается, что цвет этой точки, которая лежит на поверхности сзади, он задается только информацией с этого луча. То есть никакой другой луч, который там идет вот так, вот так, по-другому входит, не контрибьютит в эту точку. И поэтому образуется такое перевернутое изображение просто по геометрии. И примерно так работает наш глаз. То есть у него есть типа зрачок, он тоже может сажаться, расширяться. Там есть набор линз. Ну да, идея в том, что идея в том, что сзади образуется такая вот перевернутая картинка, а дальше мозг ее уже как бы эволюционно обратно переворачивает. Вот в камере это делается как бы manual. Мы знаем, что там образуется перевернутая картинка, мы можем ее просто перевернуть. Окей. Да, у этого всего есть простая математическая модель. Что есть камера в математическом смысле? Ну, это какое-то преобразование, которое переводит 3D-точки в 2D-точки на плоскости. Как мы это преобразование будем издавать? Давайте попытаемся его смоделировать в случае вот этой пинхолл камеры. Возьмем и разобьем его на 2 преобразования. Первое у нас будет, это такое как бы, оно отвечает за позицию камеры в пространстве. Называется World Transform. Оно сдается одной матрицей, такой 4х4 в гомогенных координатах. Ее обычно называют RT, там Rotation and Translation лежит. То есть вот у нас есть исходная система координат World и есть система координат камеры. Мы хотим в нее перейти. Система координат камеры, она такая, что у нас X вниз по изображению, Y вправо, Z вперед. Понятно, что чтобы туда перейти, нужно как-то повернуть наше пространство и насколько-то сдвинуться. И по сути, меняя эту матрицу, мы меняем нашу позицию камеры в пространстве. То есть это сделано для удобства. Можно бы было просто там все преобразование камеры переводить сразу из 3D в 2D, но как бы зачем, если можно его разбить на editable штуку, которая вам камеру двигает по пространству и ничего еще в 2D не переводит. И потом отдельно на перспективное преобразование, которое переводит из 3D в 2D. Говоря про перспективное преобразование, давайте сделаем такой небольшой трюк. У нас здесь есть перевернутая картинка. Давайте ее подобно отобразим все точки подобно отобразим по этому лучу на такое же расстояние, на котором они, ну вот здесь, в этой коробке. И у нас получится как бы, ну на таком же расстоянии, это называется focal distance, вот глубина этой коробки, на таком же расстоянии у нас получится уже не перевернутая картинка. Но это чтобы удобно было считать какую-то геометрию, делать какие-то выводы. И тогда мы можем достаточно легко записать преобразование, которое наша камера делает из 3D в 2D. Потому что если мы возьмем какую-то точку, посмотрим, куда она перешла, здесь будут подобные треугольники, для которых выполняется такое соотношение. То есть у нас x на изображении, это f, вот это вот наше расстояние, умноженное на x поделить на z. Ну то есть тут идея в том, что x относится f так же, как x относится к z из-за вот этих вот треугольников. Сразу видно, что это преобразование нелинейное, то есть тут есть какая-то, тут есть перспективное искажение. Чем дальше объект, тем он меньше. То есть z увеличивается, y уменьшается. И как это смодулировать, умножение на матрицу не очень понятно. Для этого люди придумали гомогенные координаты. Пусть у нас будет такой convention, что мы добавим дополнительную ось, четвертую, к нашей 3D-точке и дополнительную ось третью к нашей 2D-точке. И у нас будет такой convention, что вот истинные координаты в 3D и в 2D это вот эти наши исходные координаты, три штучки или две штучки, разделенные на то, что стоит вот здесь. То есть изначально это единица. xyz1 соответствует просто точке xyz. Было бы здесь xyz2, тогда это бы соответствовало точке x, y, x пополам, y пополам, z пополам. Идея в том, что тогда мы можем очень просто записать это преобразование, на самом деле умножение вот на такую матрицу. Тут единичка стоит как раз так, чтобы она умножилась на z, и z перешло сюда. И это значит, что наши координаты x и y уменьшились в z раз. Ну, то есть поделились на z. И благодаря такому трюку мы остались в формате матриц, в формате типа линейных преобразований. На самом деле гомогены и координаты еще удобны тем, что там можно легко оффлайн-трансформы создавать, ну опять-таки умножить на r и сдвинуть на t. Вот, то есть это такой трюк, который позволяет очень удобно записывать очень удобно записывать преобразование. Вот, давайте небольшое summary про камеру сделаю. То есть камера – это объект, который переводит, вам из 3D-сцены делает картинку, у него есть какая-то позиция, которая сдается в world-матрицей, и есть какая-то матрица, которая из вот этого, из пространства камеры переводит уже в картинку, все, что вам нужно. Получается, да, у камеры есть две матрицы, это называется extrinsic матрица, это называется intrinsic матрица, и f здесь – это параметр камеры, который известен для глаза, для камеры, ну и его можно менять. То есть он как раз отвечает за то, насколько у вас… Ну, то есть видите, если z пытается уменьшить ваш объект, то f, наоборот, за счет f его можно увеличить. Вы увеличивая f, как бы зумите вашу сцену. На всякий, если есть какие-то вопросы, задавайте, тут могут быть какие-то нетривиальные моменты. Окей, давайте поймем, как нашу сцену получить, как зарендерить то, что происходит на сцене. Вот, и как я уже сказал, у нас достаточно простое предположение, что в непрерывном случае это не предположение, действительно, одной точке здесь соответствует только один луч, идущий через этот пинхолл. Но вот если у нас есть пиксели, пиксели, они на самом деле дискретные, у них есть какая-то площадь. Вот, и пикселю здесь соответствует много лучей, но давайте будем считать, что мы цветом пикселя считаем цвет, который сегрегирован по лучу, только по лучу, который идет через центр пикселя. По-хорошему, там нужно пустить много лучей и проинтегрировать по всей площади, ну, то есть при помощи Монте-Карло, но мы будем считать, что луч у нас идет только через центр пикселя. Вот, да, как я уже сказал, цвет пикселя контрибьютит только то, что происходит на этом луче. Соответственно, как мы можем понять цвет пикселя, давайте пойдем по этому лучу и попытаемся во что-то упереться. Вот, если мы уперлись в какую-то точку на сфере, если мы знаем, какой объем света идет в этом направлении, откуда мы пришли, то мы сразу можем сказать цвет пикселя. Вот, как узнать объем, то есть у нас сейчас два вопроса. Первый, как понять, что мы пересеклись лучом с поверхностью, и второе, как узнать объем света, который идет конкретно из этой точки в нашем направлении. За это в графике отвечают такие два отдельных концепта, типа геометрия и appearance, ну, внешность. Ну, геометрия – это вот все про миши, про то, как представить сферу, и она как раз, да, отвечает за то, куда луч идет дальше после пересечения. Ну, то есть, где он пересекается, и что с ним происходит дальше. Ну, ладно, там еще appearance в этом тоже роль играет. Да, appearance – это все про материалы, материалы, из которых сделаны объекты. Расскажу чуть-чуть попозже, какие есть материалы. Ну, то есть базово можно просто какой-то цвет запечь, то есть не делать никакого освещения, можно просто сказать, что вот у меня сфера, у нее просто геометрия, типа точка, радиус, и у нее зеленый цвет. То есть, как только мы попадаем в нее лучом, то пиксель наш становится зеленым. Ну, понятно, что в этом случае получится, у вас просто получится такой зеленый круг, как бы, вот здесь. То есть вы везде, где упретесь, у вас везде будет одинаковый цвет, и вы просто получите, ну, такой не очень реалистичный, да, зеленый кружок. Вот. А нам хочется теней, нам хочется отражений, и нам хочется, чтобы было хотя бы вот так. Это тоже уже не очень реалистично выглядит по меркам 2022, но тут хотя бы видно, что это что-то 3D, что это не просто зеленый круг. Вот. Будем сейчас над этим работать. Окей, как представляется геометрия в графике? Самый, наверное, известный примитив – это меж, просто такой граф вершин, соединенных ребрами, и, как правило, фейсы в этом графе – это треугольники. То есть можно выбрать что-то другое, но треугольники, они удобны тем, что там очень просто, очень просто все считается. Ну, и лучше выбрать один примитив, потому что можно будет hardware под него оптимизировать, и треугольники, наверное, сейчас такой самый популярный, самый популярный, самый с оптимизированный кейс. Вот. С межом есть небольшой трюк, меж можно растрализовать, то есть можно все вершины спроецировать на… не вершины, все треугольники спроецировать на вот эту плоскость, просто, ну, как бы, проекции пробежаться по всем треугольникам и спроецировать на плоскость нашего изображения. И будет понятно, какие треугольники эврлапятся, какие нет, и можно будет сразу сказать цвета наших пикселей. То есть, типа, не пускать лучи. Понятно, что… Ну, чуть попозже расскажу о недостатке этого подхода. Вот. То есть, это такой… Ну, для простой графики, эрастрализация – это суперклассная оптимизация. Взять, спроектировать все треугольники, и сразу все будет понятно, какие цвета. А не пускать лучи и не шагать дальше. Но благодаря этому не получится смоделировать какие-то классные эффекты, типа, прозрачность в каком-то смысле получится смоделировать. Не получится смоделировать self-occlusion. То есть, когда у вас один объект закрывает источник света, и вот здесь… Ну, вот у вас источник света, вот одна поверхность объекта, вот другая. Вот сюда свет не попадает. Если вы все треугольники спроектировали, вы не знаете, как там идет свет. Ну, если только вы это не предпосчитали. Окей. Следующее. Репрезентация – это Point Cloud. Тоже достаточно все понятно. Есть TD-пространство, есть точки в нем, у них есть позиции, ну, там у точек может быть радиус, может быть цвет, может быть, не знаю, какие-то фичи. Я здесь привел ссылку на Neural Point Base Graphics, там точек есть дескрипторы, и из Point Cloud с дескрипторами можно придумать что-нибудь, что рендерит… ну, то есть вы проецируете Point Cloud, проецируете все дескрипторы, и просто вот из этой фичи мапы, конкурс слоями пытаетесь срендерить какую-то суперреалистичную картинку. Тоже очень интересный подход. Есть SDF, SDF – это Sign Distance Function, тоже геометрическое представление, которое устроено таким интересным образом. У вас здесь за геометрию отвечает функция, которая в каждой точке говорит, во-первых, своим знаком снаружи вы или вы внутри поверхности, во-вторых, на каком расстоянии вы находитесь от поверхности. То есть утверждается, что вот таким образом можно там задать любую замкнутую точно поверхность. Как это дело рендерить? Ну, то есть как понять пересечение с вот этой функцией? Вы начинаете просто из… ну, как бы опускаете луч в цену, начинаете… начинаете из какой-то вашей точки и считаете SDF в этой точке. Вот утверждается, что если вы шагнете по лучу, вы точно… ну, на то расстояние, которое вам вернуло SDF, вы точно не пропустите поверхность. Потому что, ну, вокруг вас… вокруг вас есть какая-то сфера, и где-то есть на этой сфере пересечение с поверхностью. Но точно эта сфера не уходит за поверхность. Вот. И что вы делаете? Вы просто шагаете по лучу с теми значениями, которые вам говорит SDF в каждой точке. И потихонечку сходитесь к поверхности. Как только сошлись там меньше, чем на эпсилон, вы считаете, что это пересечение. Что вот вы попали в эту поверхность, и свет, который исходит по этому лучу к вам обратно, это цвет вашего пикселя. Подходим к самому такому нетривиальному из репрезентации Volumetric Rendering, которая сейчас очень популярна. Идея в том, что давайте у нас будет 3D-сцена, и у нее будут две функции распределены в пространстве в зависимости от точки. На самом деле тут R5 должно быть по-хорошему. Да, тут обман небольшой. Да, в пространстве распределены две функции. Первая отвечает за плотность. Ну, первая отвечает как бы за плотность. Да, за плотность геометрии. То есть... Не, сейчас это аккуратно не объясню, надо как-то по-другому. В общем-то, сигма, давайте скажем, что это что-то вроде производной плотности. То есть она идет... Она очень большая на границе с поверхностью, и она ноль где-то в воздухе. То есть пока вы шагаете по лучу и измеряете сигму в воздухе, она равна нулю. И это говорит вам о том, что эти точки никак не контрибьютят цвет, потому что воздух у нас в основном прозрачен. Только вы упираетесь в поверхность, там сигма очень большая и означает, что вам нужно взять цвет этой точки в пространстве с большим весом. Все, что тут записано, это интеграл по лучу, который позволяет получить цвет пикселя. То есть мы шагаем, мы засемплили сколько-то точек. Нет, в интеграле мы еще ничего не засемплили, мы просто как бы интегрируем по лучу в каждой точке вот такое значение. Это сигма, то есть вот эта наша плотность, которая на границе очень большая, в воздухе ноль, с цветом в этой точке. То есть мы, получается, взвешиваем цвет согласно с тем, поверхность это или нет. И здесь еще есть такая штука Transparency и не Transparency, думаю, Transmission все-таки. Это экспонента от интеграла во всем предыдущим сигмам. Она говорит о том, что если мы уже набрались, если мы уже уперлись в поверхность достаточно сильно, то у нас как бы луч, то есть у нас следующие точки уже не контрибьютят цвет нашего пикселя. Вот, то есть, ну понятно, что если мы уперлись в твердую поверхность, то за ней уже ничего не видно будет. Да, и таким образом мы считаем contribution каждой точки вот с таким весом и интегрируем это, получу. Получаем так цвет пикселя. Вот, если есть какие-то вопросы на этом моменте, задавайте. Да, на самом деле еще цвет должен быть по-хорошему, зависящим от направления взгляда, потому что, ну давайте смотрим в основные очки. Вы смотрите, ну камера сейчас статична, но как бы относительно объекта она движется. Вы смотрите над очки под разными углами и у вас у них какой-то разный пиренс. То есть типа геометрия их не меняется, сигма на очках такая же, но при этом как бы в зависимости от направления взгляда на точку, она вам возвращает разный световой репонс. Вот, поэтому свет еще должен учитывать направление, направление, под которым вы своим лучом смотрите. Вот, а это функция, ну и получается, что это функция из R5 в R3. Направление это два угла просто. Окей, так, надо посмотреть, не сильно ли я затягиваю. Да, надо поспешить уже, поспешить уже с графикой, иначе не успеем про серьезные штуки поговорить. Так, да, мы с вами поговорили про геометрию, давайте теперь поговорим про appearance, про то, как объекты выглядят, как распространяется свет по сцене. Как я уже сказал, все, что мы видим на нашей камере, это просто свет, идущий со сцены. И нам нужно понять, условно, если мы пустили лучше сюда, нам нужно понять, какой свет исходит в направлении, откуда мы пришли. Да, но для этого нужно понять, допустим, у нас здесь есть несколько источников света, как свет от этих источников света отражается в нашем направлении. Вот, за это отвечает функция по названию BRDF, двунаправленная, bidirectional reflexive distribution function, двунаправленная функция распределения отражений. Вот, и св еще добавляют, потому что она spatially varient, то есть она распределена как-то по пространству или по поверхности вашего объекта, то есть в каждой точке у вас может быть свое отражение. У вас там часть объекта может быть металлической, часть нет, у вас вообще может быть какой-то бленд, где у вас там металлические частицы на поверхности объекта как-то запечены, и от них свет отражается одним способом, а там все остальное, это пластмасса, и там свет отражается более диффьюзно, то есть там нет бликов. Да, BRDF это такая штука, которая вам принимает на вход точку, и в этой точке она говорит, а, принимает на вход точку и два направления. Направление, под которым падает свет, и направление, под которым вы смотрите. То есть она как раз вам способна вернуть, если вы пустили луч там, попали в эту точку, вы знаете, где ваш источник света, она вам скажет, сколько от этого источника света идет вам в направлении, откуда вы пришли. Самый частый кейс BRDF – это Disney BRDF, которая, по сути, задается в каждой точке тремя параметрами. Альбедо – это цветонезависимый цвет, то есть это, по сути, поглощающая способность вашего материала. Типа, если у вас падает сюда свет, и ваш объект черный, значит, он весь свет поглотил в себя. На самом деле, черных объектов их, насколько я понимаю, не существует. Есть определенная физика, которая говорит, что если у вас падает луч света, он у вас может пройти внутрь и где-то вот здесь повзаимодействовать с условными ближайшими атомами и выплюнуться назад в рандомном направлении, и это вам создаст диффьюзное освещение. То есть еще есть ресерч, который показывает, что диффьюзное освещение в металлах практически нет, то есть оно вообще нулевое, а в диэлектриках оно есть. То есть почти все объекты, которые вокруг нас – это плюс-минус диэлектрики, там пластмасса, дерево, стекло. И у них у всех есть какой-то такой цвет. То есть они либо прозрачные, то есть там полный-полный трансмиссион, луч проходит внутрь и не замечает этот материал. Либо он как-то там скатывается и выходит в рандомном направлении. Есть спекулярное отражение, которое энергетически более слабое в диэлектриках. Оно просто по закону Ламберт работает, то есть под каким углом упал свет, под таким он и отражается. Но на самом деле поверхность у вас никогда не идеально ровная, здесь есть куча каких-то маленьких зазубринок и так далее, поэтому спекулярное отражение, оно как правило не идеально по Ламберту идет, а оно просто идет по какому-то дистрибьюшену в зависимости от того, насколько ваш объект в этом месте рав. За это отвечает коэффициент Roughness и еще есть коэффициент Metallicity, который отвечает за Metallic Look, то есть определяет ваш объект диэлектрик или металл. Ну, на самом деле, с точки зрения физики, эта ситуация достаточно бинарная, но в графике можно покрутить ручку, выкрутить металлисты на 0,5, и это будет, наверное, означать, что ваш материал – это бленд между металлом и диэлектриком, пластмасса с какими-то вкраплениями. Окей, если есть какие-то вопросы по поводу BSDF, задавайте. Еще скажу, что есть разные модели освещения на сцене, есть очевидно какой-нибудь Point Light, от которого просто идут лучи и как-то квадратично задухают по мере удаления от него. Есть Environment Map, это просто пример бесконечно удаленного освещения, то есть такая картинка, натянутая на сферу вокруг вас, которая бесконечно удалена. Ее не суперудобно считать, потому что если у вас есть какие-то суперяркие пиксели на картинке, вам обязательно нужно в них попасть лучами, ну, как бы от них пустить лучи, чтобы понять, что они там есть. Вот, то есть чем хорезнее ваши NMAP, тем выше ваша, в общем, ваша computational complexity, ваша сцена. Вот, ну, есть какие-то другие штуки, типа сферические гауссианы, это по аппроксимации NMAP и гауссианами, есть сферические гармоники. идея в том, что нет как бы идеальной модели источника освещения, по-хорошему вам, у вас у каждой точки должен был бы быть какой-то эмиссион, то есть сколько каждая точка там спускает условно света в пространстве, но тогда у вас, в общем, сцена бы вычислительно взорвалась. Вот, поэтому используют какие-то простые модели, ставят обычно там сколько-то условно point-light, если они нужны, или снимают NMAP, просто как бы фоткают панораму такую и натягивают на сферу для того, чтобы, ну, в общем, для того, чтобы как-то смоделировать освещение, которое у вас там есть в реальном мире. Понятно, что если вы все освещение там в комнате замоделировали как бесконечно удаленное, то у вас не будет такого эффекта, допустим, что... Сейчас покажу. Да, не будет такого эффекта, что вот вы приближаетесь как бы к источнику света, и блик становится более ярким, и удаляетесь, и блик становится менее ярким. То есть у вас источник света, энергия источника света, кандидатично взбухает на мере удаления от него, и для Солнца это абсолютно незаметно, потому что от Солнца мы уже и так далеко, и там условные пару метров влево, освещение никак не поменяется. Но если у вас источники света близко, вы их не можете замоделировать environment map и физически. Посыл этого слайда в том, что нет идеальной модели, да, и все это какая-то аппроксимация. Фух, окей, мы пережили с вами графику, уложились в 50 минут. Да, я думаю, что в худшем случае немножко совсем задержимся. Так, еще раз спрошу на всякие про вопросы. На вопрос про облако точек. Вы сказали, что у точек есть какой-то радиус. Это как? Если это облако точек, я понимаю, что там может быть какая-то плотность. Ну вот насчет радиуса. Смотри, очень, ну, это очень зависит. У них может не быть радиуса, но вообще ты можешь просто сделать такой трюк. Типа, ну, изначально Point Cloud, это да, это как бы облако точек. Ты их поставил как-то в 3D пространстве, их какое-то конечное количество. Как ты их увидишь? То есть если точки бесконечно маленькие, ты их можешь зарендерить. Вот. И идея в том, что ты можешь просто сделать им какой-то радиус небольшой, как сделано вот тут, и просто посчитать их как... Ну, то есть ты будешь считать с ними как со сферами. На самом деле ты их сможешь очень легко спроецировать на плоскость твоего изображения, потому что сферы, они очень... Ну, то есть они... Там понятно, как посчитать, есть ли интерсекшн с пикселем или нет. Но тогда радиус вариативен, правильно, у точек? Да-да-да, вариативно. То есть это все зависит от того, как ты задаешь сцену. Можешь их очень-очень сильно увеличить, и кролик будет такой как бы бампи. Нет, я к тому, что вот разная точка, ну, разные точки могут иметь разный радиус, правильно? Да, да, могут. Ну, опять-таки, это зависит от того, что тебе нужно. Что ты хочешь этим сказать? Что ты хочешь сказать тем, что у них разный радиус? Да, то есть точки могут быть действительно какие-то... Точки могут быть бесконечно маленькие, но у них могут быть дескрипторы, и ты можешь их как бы рестаризовать, спроецировать на свое изображение, и в каждом пикселе, и в каждой пикселе у тебя там попадет несколько точек. Проинтерполировать эти дескрипторы, ну, то есть усреднить, допустим. И тогда у тебя, ну, получится, что ты зарендерил дескрипторы в 2D, и можешь там дальше, не знаю, применять какие-то комп-слои для того, чтобы из этого получать какую-то крутую графику нейронными сетями. Вот, то есть да, ты правильно заметишь, что у них может не быть радиуса, это зависит от того, как бы, что... что тебе нужно. Круто, спасибо. Так, хорошо, перейдем к нашей последней секции, такой достаточно убойный, потому что там будет много state-of-the-art пейперов. Старые пейперы сегодня обсуждать не будем, потому что они не крутые, там результаты, которые уже неюзабельны. Вот, ну, идеи... Ну, соответственно, если результаты неюзабельны, наверное, идеи тоже не очень неюзабельны. Вот. Хотя, да, вот сейчас будем... Начнем с пейпера, который там на году 16 вышел, то есть это уже достаточно старый, но это очень... Какой бы излайн, который побить достаточно тяжело. В общем, будем сейчас решать такую задачу. Вот у нас есть набор картинок, и нам хочется для этих картинок реконструировать... Ну, все эти картинки были сняты в одной и той же сцене. Нам для этих картинок хочется реконструировать реконструировать позиции камер и хочется реконструировать какой-то меж сцену. Вот. То есть в этом случае мы сняли какой-то объект, какую-то статую, и мы хотим ее реконструировать, получить ее меж, и, может быть, даже какие-то цвета натянуть. Вот. И для каждой камеры знать... Для каждого фото знать позицию, с которой оно было снято. Вот такая 3D-реконструкция. Делается это, как правило, с structure-from-motion методами. Это такие, то есть, классические оптимизационные методы, в которые еще можно вставлять нейронные дескрипторы. Самые известные – это CalMap, reality-capture, менее известные – это Pixos FM и EdgeLog. Вот. Да, что они делают? Вы кормите им фотки, они возвращаются... Ну, они могут вернуть и PointCloud, но вообще в полных pipeline это вернуть меж и позиции камер. Работает все, как правило, ну да, где-то с 50 фоток с хорошим качеством, зависит от вашей сцены. Если вы возьмете 200-400, будет прям суперкруто, суперточные позиции камер, и в случае reality-capture еще получится очень хороший меж. Вот. Как это все работает? Ну, то есть, звучит достаточно круто. Можно взять просто набор фоток, ничего не знать о том, откуда они сняты, и для каждой фотки в итоге найти ее позицию в этой сцене. То есть, из набора фоток получить вот такую 3D-сцену. Я, когда узнал, что это работает, я такой, вау. И в чем работает это? Работало это изначально, ну, без ML, по сути, просто с обычной оптимизацией. Итак, идея тут простая. Сначала давайте извлечем keypoints с изображений. Есть keypoint-экстракторы по типу сифта. Что такое keypoint? Это какие-то примечательные точки, и мы хотим, чтобы эти примечательные точки на примерно одинаковых изображениях матчились. То есть, если вы сняли, не знаю, у меня объекты закончились на моей сцене, сняли iPhone, вот отсюда, немножко подвинули его и сняли вот отсюда, вы хотите, чтобы хотя бы какие-то точки совпадали. Чем больше, тем лучше. Еще раз подчеркну, что такое точки в этом случае. Это просто, ну, как бы, x, y и какой-то вектор эмбеддинга, который позволит померить близость между точками. То есть, вы хотите, чтобы, если вы немножко подвинули объект, keypoint на нем не поехали, и чтобы у них были примерно одинаковые описания. Вот. Один из таких примеров базовых это sift, там алгоритм достаточно простой, можете просто по нему почитать на медиуме. Есть более крутые решения типа superpoint, sd2.net, это нейронные дескрипторы. Ну, то есть, там сетка предсказывает keypoint. Вот. И работает это плюс-минус general case для плюс-минус любой картинки. Ну, понятно, что если вы там... Кейс, когда это фейлится, обычно связан с тем, что вы передаете картинку слишком однообразную. То есть, если вы передаете белую картинку, на ней, абсолютно белый цвет, на ней никаких примечательных точек не будет, и, ну, типа, ничего вас излечь и сматчить не получится. Вот. В окейсе, когда у вас много каких-то маленьких фичей, какой-то геометрии и так далее, это работает очень круто. Затем вы берете эти keypoint с ваших изображений, которые вы получили, и матчите изображения между собой. Можно делать exhaustive matching, просто идти по всевозможным парам изображений и пытаться матчить между ними keypoint. Матчить между ними keypoint. Если у вас keypoint на изображениях хорошо сматчились, заверлапились условно с процентным соотношением 50%, то вы говорите, что эти изображения это стереопара. То есть они достаточно, как бы, близки друг к другу, чтобы по ним, ну, мы можем с большой уверенностью сказать, что они близки друг к другу, и по ним можно почитать какую-то закономерность, по ним можно понять, как эти изображения относительно друга расположены. Вот. Да, это пример матчинга keypoint в аутдор-локациях, в индор-локациях, и, как видите, работает это достаточно хорошо. То есть Тадж-Махал изначально был снят ночью, прям при совсем другом освещении, здесь полностью не совпадают цвета, и при этом какие-то точки все-таки хорошо заматчились. И оверол, как бы, граф связности этих точек, он, ну, типа, он соответствует тому, как этот Тадж-Махал, условно, там, пожалуйста, я повернулся. Вот. Следующий степ, давайте будем теперь итеративно добавлять камеры в нашу сцену по вот этим стереопарам, которые мы нашли, и пытаться, ну, пытаться для каждой стереопары понять, как эти камеры друг относительно друга расположены. Вот. На самом деле здесь очень много ограничений сразу появляются, которые позволяют хорошо найти позицию камеры, то есть там математически у вас генерится четыре, ну, условно, четыре тысячи точек с каждого изображения, плюс-минус, матчится, условно, пять процентов, значит, их там две тысячи остается, и вот у вас там есть пересечение по две тысячи точек между разными картинками, и эти точки, они на самом деле соответствуют одним и тем же точкам в 3D. Вот. Если там аккуратненько пописать уравнение, можете загуглить популярная геометрия, там тоже, типа, хорошо объясняется, как по стереопаре понять примерно позицию одной камеры относительно другой. В итоге там получается так, что математика накладывает очень и очень сильные ограничения на то, где камера может находиться, и достаточно легко определить в итоге позицию камеры относительно этого point cloud. Вот. И так вы итеративно добавляете камеры, строите вашу сцену, иногда делаете bundle adjustment, то есть оптимизируете все камеры так, чтобы... Ну, то есть оптимизируете уже не по стереопарам, оптимизируете всю сцену так, чтобы у вас, ну, типа, точки, точки проекции вот этого point cloud, который у вас получился, хорошо вот в этот point cloud можете спроецировать также на ваше изображение, и вам нужно, чтобы точки, ну, короче, проекции под этими камеропозициями сходились с реальными точками на изображение. Вот. Вы делаете такие степы, которые вам всю сцену немножко подправляют, и продолжаете добавлять камеры. Ну, да, тут еще можно убирать оптимизирующие точки, делать всякие вристики, и в целом это работает достаточно рабасно как к освещению, так и к потереке point, и к всякому такому. Вот. Если хотите пойти дальше, можно попытаться из этого излечь mesh. Для этого нужно запсамплить ваш point cloud, потому что он достаточно спарс до этого получился. Там, может быть, условно 30 тысяч точек, вам хочется очень-очень красивый mesh, там, не знаю, с 5 миллионами вершин. Вот. Есть тоже методы для обсамплинга point cloud, которые издают с point cloud, и картинок делают вам point cloud поплотнее, и потом вы просто треангулируете этот point cloud при помощи пассонской треагуляции в итоге у вас есть камеры, mesh, и все это выглядит достаточно круто, особенно если вы используете reality capture, это такой пропоретарный софтвер, который использует все 3D-артисты для капчуринга реальных объектов. Там, правда, очень-очень крутые результаты. Ну, примерно вот такие. То есть вы сняли статую, и он вам возвращается, прям красивую статую. Да, важно понимать, что здесь никак не моделируются ни источники света, ни то, как свет распространяется по сцене, поэтому вот как вы ваш объект сняли, в каком освещении, так оно и запечется в трехканальную текстуру. То есть здесь нет ни металлисити, ни roughness, вы не сможете этот объект переосветить, для этого нужны какие-то другие методы. То есть это возвращает вам mesh, камеры, и может mesh покрасить. Вот. Есть ли какие-то вопросы? А вот если у нас mesh получился, допустим, как на этой картинке, не очень четким, можем его какими-нибудь нейросетевыми методами, допустим, детализировать? Да. Да, можем. Можем. И сейчас про это. Да, сейчас я расскажу про еще один метод и прикрутим туда mesh. Там достаточно понятно, как это сделать. Вот. Еще можно оптимизировать и mesh, и текстуры по картинкам. У нас тоже это будет. То есть, да, короче, structure from motion такой железный классический метод, который по подходу, который вам возвращается. Часто плюс-минус нормальный mesh и хорошая камера позиции. Вот камера позиции, кроме как structure from motion, ну, я знаю пару способов. Можно, допустим, сделать 3D-детекцию, если вы хотите искать свою позицию относительно каких-то объектов известных. Допустим, вы там научились на кроссовках, вы делаете 3D-детекцию и получаете bounding box кроссовка и относительно bounding box можно посчитать свою камеру позицию. Особенно, если вы знаете размер кроссовка. Еще можно использовать всякие маркеры, допустим, Ruka board, типа маркеры, которые выглядят как core code, короче. Вот, если вы знаете, что они плоские, знаете размер маркера, то там очень легко посчитать перспективное искрение, которое сдается камерой и тоже найти себя в пространстве за счет только одного этого маркера. Вот. Но если у вас нет, ну, неизвестно, какие объекты и не хотите вы вот этот собор облеплять маркерами, то Structure from Motion это единственный выход, мне кажется, который, ну, типа возвращает крутые камеры позиции. Хорошо. Да, вот сейчас будем как раз обсуждать задачу, которую, примерно задачу, которую ты спросил. Хочется круто рендерить объекты сетками реалистично с произвольной камеры позиции. То есть, что тут происходит, просто вот эти объекты, мы вращаем вокруг, вращаем вокруг него камеру и получается, что объект вращается. Вот. да, такая достаточно простая задача, поговорим про архитектуру семейства NERV и кучу-кучу-кучу производных, там сейчас статей, просто не знаю, сотни не исчисляются и каждый день по две выходят, потому что тема очень популярная, она позволяет закапчивать сцену и перемещаться по ней и очень реалистично рендерить то, что происходит. Вот. То есть, это такое, это похоже на будущее компьютерной графики. То есть, в компьютерной графике мы собираем какие-то модели и нанимаем дорогих 3D-артистов, чтобы они нам сделали то, что, ну, иногда сделали то, что похоже на реальность, вот, сделали так, чтобы это выглядело детально, реалистично или как-то суперкрасиво. Вот. Здесь мы можем просто закапчивать фотки и еще, если мы придумываем какой-то метод, как можно это представление эдить, то это может быть в будущем графике. Вот. Да, работает примерно со 100 фоток. Есть фьюшот-подходы, но они не очень крутые. К сожалению, я думаю, что у нас не хватит времени сегодня их обсудить, но может, если хватит, я потом отдельно покажу. Вот. Да, крепить сейчас будет сложно. Поговорим про подход, который называется NERP, который положил начало этому буму реалистичного рендеринга и вот этих нерастевых 3D-представлений. В основе него лежит подход, который мы обсудили в Allmetric Rendering. Помните, там был слайд с этим трактором, где мы пускали лучи, у нас была какая-то плотность, и мы взвешивали цвет с весами этой плотности. еще нажали на Transmitters, потому что свет не проходит через некоторые поверхности. И в чем идея NERP? Давайте возьмем и наше объемное представление запихнем в сетку. То есть у нас будет сетка, которая принимает в себя 5 координат x, y, z, точка в пространстве и направление, под которое мы смотрим. Оно нам нужно было для цвета, для sigma, x, y, z достаточно. И эта сетка будет возвращать RGB, то есть цвет, цвет точки под нашим направлением, на которое мы смотрим, и sigma. То есть это такая сетка, у которой очень low-dimensional output. Она принимает в себя 5 чиселок, возвращает 4 чиселки. И при этом она внутри достаточно большая, 8 слоев по 128 нейронов. и давайте будем просто пускать луч в цену, сэмплить 128 точек, гонять на каждой точке этот нерв, эту сетку, и она нам будет возвращать какие-то значения. Потом будем это интегрировать по лучу, просто суммировать, если у нас количество точек с этими весами, и мы получим цвет пикселя. У нас же есть реальные картинки, давайте по пикселям сравниваем то, что мы получаем из нашего сеточного volumetric рендеринга с реальными картинками и оптимизировать вот эту сетку. Мы оптимизируем веса этой сетки так, чтобы она возвращала разумные пространственные значения RGB Sigma. Там есть ряд сложностей, связанных с тем, что если вы сэмплите 128 точек, и у вас картинка на 2 миллиона пикселей и сетка у вас по 128 слоев, по 128 нейронов, все-таки не получится всю картинку прогнать, к сожалению, поэтому там идут батчами попиксельно, то есть буквально с картинки сэмпля сколько-то пикселей каждый раз, ну там тысячу, условно, опускают эти лучи в сцену, и вот так сетка учится. Есть, ну то есть это подход достаточно старый, он там, ну, 19-го, 20-го года, он, про него обязательно нужно поговорить, но сейчас уже есть куча импрувментов на тему того, как сделать лучше, и никто уже такую суперсложную компутейшнл штуку не делает. Вот, я не знаю, включил ли я результаты сюда, ну да, вот результаты того, что получается, и вот этот красивый цветок, который у нас был в начале, у которого так вращалась камера, это тоже нерв. по каким-то количеству фоток позволяет с произвольного угла синтезировать сцену. Да, тут есть пара трюков еще, ну, основное, наверное, что вы не хотите сэмплить точки униформа на луче, скорее всего, вы хотите сэмплить там, где уже, ну короче, поближе к поверхности, потому что там более важные, ну, более важная информация о цветах. Вот, то есть, так вы засэмплить одну точку на поверхности, а так вы можете засэмплить там 64 поверхности и более статистически значимо оценить цвет пикселя. Вот, для этого вы можете просто прогнать сетку, одну, которую вы назовете корс, получить, можете сделать ее там более легковесной, получить сигмы и засэмплить из распределения вот этих сигм. Да, засэмплить из распределения сигм ваши новые точки. То есть, получается, точки засэмплируются ближе к поверхности и цвет будет более статзначим. Да, я тут написал небольшой нефт-туториал, как вы можете попробовать это своими руками. можете просто снять 120 фоток. Желательно не менять освещение, просто одно и то же освещение, ваша комната, вы снимаете 100 фоток, можете снять видос и насэмплить из него кадров, но это не очень круто, потому что все-таки на видео очень... На видео, если вы сэмплить отдельные кадры, там часто бывает какой-то блюр, и ваша сцена будет чуть блюрнее, если вы реально заснимите 100 фотографий. Можете взять готовый дата-сет из 100 фоток. Facebook по-моему недавно релизил дата-сет, где объекты под большим количеством фотографий закапчиваем с большим количеством фотографий. Вот. И что вы можете... Что вам нужно делать дальше? Вам нужно просто запустить калмап, который мы восстановим, позиции камер, и передать это все в нерв, и потренить пару дней, и вот вам выйдет ваша сцена, по которой вы сможете гулять, в которой вы сможете рендерить каких-то разных хью-поинтов. Соответственно, какие у нас, какие у всего этого минусы? Ну, первое, что это тренится два дня на одну сцену. Я тут скобках привел статьи, которые все это дело решаются. Вот. Понятно, что в каждой проблеме уже появилось какое-то решение, и в большинстве случаев решения недостаточно хорошие. То есть Instance NGP уже работает для одной сцены за минуту или две. Там много оптимизаций, все хорошо написано под GPU, типа ребята из NVIDIA писали на CUDA ядрах используется более легковесная сетка и используются специальные короче такой алгоритм, который чем-то напоминает на KNN, который позволяет из такого из Voxel Grid получать вашу плотность. Там много оптимизаций, связанных с тем, что у вас не гоняется этот гигантский нерв, написанный на условном Payter Che, в котором сэмплится 128 на 1024 точек, и еще для каждой точки гоняется сетка на каждый степ. Что делать, если у вас неправильные камеропозы, их можно оптимизировать. Камеропозы задаются матрицей, все вот эти преобразования, эти пропускания луча и так далее, в них участвуют эти матрицы, если вы начнете брать градиенты по матрицам, что-то начнет получаться. Там есть, правда, куча подводных камней, которые как раз в этих двух статьях рассказываются, я не рассказал про позицион коллинг, который в Мирфе, поэтому, наверное, не будем это сейчас углубляться. У меня просто нет про это слайна. Вот. И следующая проблема это, что у нас нет релайтинга, мы как сцену засняли, под каким освещением она и останется, есть подходы, которые с этим борются, они, как правило, восстанавливают как раз вместо цвета пространственное BRDF, то есть вот это альбедо, рафнос и металличность, и тогда вы можете ставить источники света на сцену и как-то получать поточечный цвет при помощи вот этого материала и света, который падает. Так, да, Нерф требует константного сетапа, есть статья Нерф и Невайлдс, она как раз снимает эти ограничения, и там предсказываются регионы uncertainty, где вы как бы думаете, что ваша сцена вот на этой картинке конкретно вот эти регионы там не сильно не сильно хорошую информацию, ну то есть там, не знаю, в основном вы снимаете какой-нибудь какие-нибудь бронебургские вороты и у вас там люди ходят. Вот вам нужно сделать так, чтобы на пикселях людей вы не учились, а учились только на бронебургских воротах. Вот Нерф как раз такую задачу решает. Так, тут еще пара примеров, как instance ngp помогает ускорить inference, то есть там в реал-тайме можно рендерить эту, в реал-тайме можно рендерить короче картинки, и что там можно трениться на всем изображении, а не только сэмплить сэмплить там по 1024 пикселя. Вот, и Нерф он тренируется под одну сцену, но есть какие-то общения типа пиксель Нерф и Нерал НВС, которые позволяют буквально с трех фоток адаптировать его на другую сцену. Работает пока не супер круто, но какие-то результаты есть. Окей, так, блин, 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 время поджимает, но я думаю успеем. Следующий подход, про который мы поговорим, называется inverse rendering, решает нам следующую задачу. Вот у нас есть опять-таки 200 фотографий, давайте попробуем восстановить классическое представление 3D-сцены, которое будет похоже на эти фотографии. Давайте просто условно соберем сцену в блендере зная фотографии нашей сцены, реальной. Это обычно опирается на подход под названием деференцируемый рендеринг, то есть если у вас есть какая-то геометрия, допустим вершины меша и грани и нормально к этим вершинам, нормалик вершинам или граням, есть материалы и есть освещение, то они вообще говоря участвуют в создании изображения напрямую. То есть вы можете как-то поменять геометрию, у вас изменится изображение, можете как-то поменять материалы, изменится интенсивность пикселей, и можете поменять освещение. И вообще было бы круто по этим параметрам считать производные. Тогда мы могли бы взять сцену, инициализировать ее какой-нибудь сферой белой и начать ее оптимизировать так, чтобы она нам... Ну, то есть, не знаю, бы там отфоткали котика так, чтобы она нам возвращала фотографии котика. То есть мы бы рендерили сцену, сравнивали бы ее с реальным изображением по МСЕ и оптимизировали бы эти параметры, если бы наш рендерер был додифференцирован. Ну, круто, такие рендереры есть, но не всегда там все супер просто. Ну, это пример какой-то наивной оптимизации. Ну, то есть, понятно, что качество там лучше. Я потом еще дальше покажу. Но идея в том, что дифференцируемый рендеринг – это сложно по многим причинам. Допустим, потому что если вы работаете с мешами, у вас есть так называемый discontinитис. Идея в том, что... Ну, представьте, что вы оптимизируете две... две как бы... вы оптимизируете две грани через пиксель. У вас там пиксель, не знаю, пиксель должен быть условно белого цвета, допустим, и у вас градиенты текут так, что вот этот треугольник... Ну, то есть, градиенты говорят, вершинам этого треугольника отдалиться. Ну, и немножко меняют его цвет, типа. И в какой-то момент треугольник переходит за красный, и у вас возникает такой бамп в цвете, который абсолютно непрерывный, непрерывный и сильно мешает оптимизации. Более того, в этот же момент желтый треугольник вообще перестает оптимизироваться. И это, как раз, приводит к тем ситуациям, что, ну, там, если у вас какая-то каша в меше получилась, она вдруг случайно ушла внутрь, то вы потом это никак дальше не разоптимизируете. Вот. И это... грустно с этим очень тяжело бороться. Еще проблема в том, что у меша сложно менять топологию. Можно делать всякий ремешинг, но если у вас замкнутая поверхность на меше, замкнутая поверхность в меше, а на картинке у вас две не замкнутые, то вы ничего не сделаете, чтобы у вас меш замкнутый. Никак вы не проптимизируете вершины, так, чтобы он развалился на две поверхности, потому что вершины у вас связаны рёбрами. Вот. Много проблем такого формата, но при этом есть подходы, которые как-то успешно это решают. Есть подход со страшным названием Unified Svb RDF Recovery. Название не стал писать, но вот и ссылочка. Там ребята как раз делают инверс-рендеринг прямо с айфона, во флешлайт-сетапе. То есть у них единственный источник света это такой point-light, идущий от айфона. Вот. Они фоткаются там статуэтку Будды условно, инициализируют её какой-нибудь простенькой модели Structure from Motion, сглаженной типа CallMap'а, и оптимизируют как раз меш. То, о чём мы говорили, то, о чём было вопрос Structure from Motion. То есть мы можем прооптимизировать вершину уже имеющегося меша с картинок. Вот. Они это делают. Они оптимизируют меш, нормали и материалы. То есть Palbedo, Roughness. У них там нет металлистей, у них спекулярное отражение отдельно оптимизируется. Вот. Как они решают проблему здесь Continuitis? Дело в том, что по сути, когда вы делаете инверс-рендеринг, ваша основная задача это уметь считать производную пикселя по параметрам сцены. Здесь KSI это параметры сцены. Все возможные. Их там очень много. Это все текстуры, плюс все вершины, плюс все нормали. Вот. Если вы знаете там интенсивности, ну умеете считать такую производную, то вы можете эти параметры сцены оптимизировать. Вот. В случае с... В случае с... Да, то есть если бы у вас Discontinuitis не было на сцене, то тогда можно было бы просто... Ну да, там был бы только вот этот интеграл, да, и можно было бы его просто по Монте-Карло посчитать. То есть у вас производная пикселя по параметрам сцены, это была бы производная интенсивности входящих лучей, проинтегрированная по площади пикселя. Вот. И ее можно было бы просто... Просто сэмплить лучи из пикселя и считать этот интеграл Монте-Карло. Но, к сожалению, если там есть Discontinuitis, они тоже должны участвовать в интегрировании по теореме Рейнольда. И там получается вот такой страшный-страшный интеграл, который не очень понятно, как считать. И вот они специально сэмплят точки на поверхности... Ну, не на поверхности, короче, вот на этой Discontinuiti для того, чтобы считать этот интеграл. То есть он такой... Если этот по площади, то этот получается такой линейный как бы по всем Discontinuitis на пикселе. Ну и это приводит их к таким как бы классным результатам. Очень юристично статуэтка будет восстанавливаться. Ее вот нужно вставлять в environment и она будет классно выглядеть. Хорошо. Последняя задача, про которую мы поговорим, это 3D-Average Generation. Это похоже на то, что мы обсуждали в самом начале с хологаном. Хочется уметь генерировать какие-то фотки и поворачивать на них объекты или приближать, или что-то с ними еще делать. Да, то есть хочется как-то в наши обычные ганы и передать информацию о том, что мы все-таки живем в 3D-мире и что вот ты сгенерил нам фотку, но этого недостаточно. Покажи, как еще она выглядит немножко там с другого ракурса. Вот. То есть хочется уметь делать какие-то простые 3D-манипуляции над сценой. Да, есть куча подходов. Хологан я сюда не включил, он уже не особо визабельный, стайл нерв и G3D-грамм. Поговорим только про грамму, он такой самый последний, там очень крутые идеи. Данные, как и для любого современного гана, ну не любого, но такого бейзлайн-стайл гана. Нужно там словно 100 тысяч фотографий, качественные. Ну вот в FFHQ в этом сете классическом для лиц там 70 тысяч. Таких харизм. Вот. Поговорим про грамм, как он, да, результаты. Покажу его сначала результаты. Вот тут генерятся очень крутые поворачиваемые кошечки, у которых как бы усы движутся вместе с фотографией. Если вы посмотрите на какие-то другие решения, там обычно есть так называемый алисинг, то есть если пиксель какой-то принадлежит условно усу, и вы начинаете поворачивать, поворачивать там внутреннюю репрезентацию, то усы там, ну усы, короче, начинают менять свою форму, как-то резко заканчиваются, то есть как будто тут, наверное, можно такое заметить что-то. Ну да, вот тут видите, тут как бы волосы, они то появляются, то исчезают. Вот это типичная проблема гана, здесь она минимально заметна, но вот в стандартных каких-то решениях это прям супер-супер бросается в глаза. Итак, Гран, в чем идея? Ну идея в том, что давайте будем для наших объектов учить штуку похожую на то, что мы учили в NERF, сетку, которая из позиции нам возвращает какую-то геометрию. Раньше мы у нее просили сигму, а сейчас мы будем у нее просить блин, как это назвать-то? Сейчас мы из нее будем получать из-за surface, из-за поверхности. То есть вот такой набор поверхностей, мы там говорим, что их фиксировало на 40 штук, допустим, мы хотим получать там вместо меша вот 40 таких поверхностей, которые будут задавать геометрию нашего объекта. Для этого нам достаточно написать сетку, которая просто возвращает одно число и потом по каким-то предефайн-уровням, ну с каким-то шагом взять, в общем, значение, построить поверхность, где предсказание сетки равно в общем одному и тому же значению, одному из предефайн. То есть взяли 40 значений, получили 40 из-за surface поверхностей на вот этой сетке. Вот. И теперь мы можем считать пересечение луча с этими поверхностями и мы можем в каждой точке предсказывать цвет. Ну еще альфа здесь, это такая прозрачность, это тоже вес, которым точка учитывается в луче. Ну и каждый луч нам, как обычно, сдает пиксель, то есть мы можем сегрегировать эти значения с альфой по пикселю и получить картинку. Вот. Да, и учить это при помощи gun loss, то есть у нас будет дискриминатор, который будет из выражения реальнее сравнивать с тем, что наша сетка предсказывает. В итоге выучиваются такие классные изосерфасы, на которых сетка предсказывает RGB альфа, и это все в итоге агрегируется вот в таких кочков и людей. Вот. По-моему, очку это результаты. Итак, мне кажется, ну да, чуть-чуть опоздал, пусть уложился в свои отведенные час двадцать. Что не вошло в эту лекцию? Не вошли какие-то такие базовые методы очевидные, типа есть у нас сегментация в 2D, давайте делать сегментацию в 3D, есть детекция в 2D, давайте делать детекцию в 3D. Там плюс-минус понятно, как это обобщить, но опять же, есть свои трюки, все-таки имеет смысл почитать хотя бы одну статью, если вы хотите как-то понимать, что происходит в этих областях. Не разобрали кейпоинты, ну то есть, да, оценку, оценку, в общем, как условно оценку скелета человека. Я прикрепил ссылку на одну из статей прикольных, как делать кейпоинт детекшн. Ну, не, не кейпоинты, но кейпоинты все-таки это обычно прилица, но human pose estimation называется. Как оценивать body mesh и как применять одежду, всякие такие крутые штуки, не поговорили. Очень классная статья с классными результатами, называется PyFu. Там просто по нескольким фоткам можно получить и mesh человека и одежду, которая надета на нем типа в 3D. Так, есть много, много, много улучшений нерва, бесконечности, если хотите, можете написать мне. Я еще больше накидаю. Там на каждую, на каждую проблему условно есть решение. Нерв пытается делать релайтабл, эдитабл, пытается его делать таким, чтобы он учитывал какие-то временные зависимости, то есть если что-то на сцене меняется, ну, чтобы вы могли в общем сцену как-то во время записать. Много всего делают. Ну да, и про депсмапы не поговорили, но там тоже все достаточно понятно, с картинки пытаетесь предсказать депсмапу, ну, то есть, типа, имидж, то имидж, задача, там не очень много 3D. Вот это на сегодня все с моей стороны. Если у вас есть какие-то вопросы, коллеги, задавайте, я буду рад на них ответить. Да. А как считаются вот эти коэффициенты Roughness, Metallicity, то есть, они считаются по картинке условной, или мы можем проводить какие-то эксперименты? Да, их можно физически замерить. То есть, альбедо можно прям физически замерить, у него есть, ну, как бы, физическое значение, сколько, сколько света, в общем, какой процент диффлюзного света исходит обратно от объекта. Его можно прям, его можно прям померить в лаборатории аккуратно. Roughness тоже можно плюс-минус физически замерить, но Roughness это аппроксимация неровности на поверхности. Это аппроксимация того, что в одной точке нормали как-то на самом деле разбросаны относительно вот этой основной нормали. То есть, есть основная нормаль, которая должна все, ну, от которой, благодаря которой все должно по ламберту так отразиться красиво, но на самом деле там много разных нормалей вот в этой точке. И Roughness она аппроксимирует все, аппроксимирует этот разброс. Металлисти тоже можно физически замерить металл или не металл. Объект. Есть еще более крутые шейдинги, более физичные, да. Все это называется Physically Based Rendering. Типа идея в том, что мы пытаемся смоделировать максимально правдоподобное распространение света, хотя бы там в случае Point Light. Там даже очень часто интенсивность источников света прямо в ватах меряется, то есть, чтобы если вы замерили реальный альбедо вашего объекта, реальную какую-то интенсивность вашего Point Light, то можно было это все подставить и получить какой-то реальный свет. Плюс-минус. И здесь мы учитываем какие-то прикольные эффекты квантовой природы, света, корпусулярной? Квантовой корпусулярной. Смотри, вот конкретно в этой модели нет, но есть диффрендерер, который называется Mitsubo. Сейчас покажу. Да, вот мы здесь про него поговорили. И он умеет учитывать поляризацию. С поляризацией вообще очень классная идея. По физике получается так, что диффьюзный свет он рандомно поляризован, а спекулярный свет он всегда поляризован так же, как он падал. Ну, с такой же поляризацией, как он падал. И получается, если мы возьмем источник света, флешлайт, поляризуем его как-то, а потом повернем перпендикулярный фильтр на, перпендикулярно поляризованный фильтр на нашу камеру, то у нас объект, ну, от объекта будет видно только диффьюзное освещение. То есть, не будет вообще бликов. Вот. Ну, можно провести такой эксперимент, там, понятно, есть определенная погрешность. Вот, все-таки какие-то блики остаются, но их прям по минимуму. То есть, объекты реально начинают выглядеть диффьюзно. Да, то есть, ну, отвечаю на твой вопрос. Да, умеют, Mitsubo умеет с длиной волны работать, Mitsubo умеет работать с поляризацией. Ну, да, но квантовые, квантовые, я думаю, нет. То есть, все-таки, все-таки освещение, которое мы видим. Ну, понятно, да, не то, чтобы очень нужно. Да, да, диффракцию не умеют рендерировать, модулировать, к сожалению. То есть, опять-таки, проблема с point light, да, если там какая-то вершинка, какая-то грань заслонила источник света, то за ним все будет абсолютно темно. Да, то есть, хотя на самом деле там немного света все-таки зашло бы за этот фейс и какое-то освещение будет. То есть, у нас, как правило, нет регионов на объектах, которые мы видим, которые абсолютно темные, туда абсолютно попадает свет. Вот. Окей, есть какие-то еще вопросы? Можно по отвлеченной теме. Как вы в Snapchat попали? Да, просто просто бесился. Ну, то есть, у меня много друзей здесь, которые работают, я в какой-то момент решил, что я хочу поехать поработать с границей. То есть, я до этого работал remotely из Москвы, но потом такое посчитал, что хочется какого-то нового экспириенса, каких-то новых возможностей, и решил, что Snapchat в Лондоне это круто. Попросил парня преферить знакомого. И прошел себе. Круто. А как ребята из Snapchat получили сцену города? Господи, как это называется? То есть, сейчас же в айфонах есть ли дары? Я не знаю, ну, понятно, что Apple не открывает никак эту инфу. внутренне использует? Ну, смотри, лидары у них все-таки есть дальние действия, и у лидаров, ну, типа, у лидаров не супер крутые прям результаты. Если ты посмотришь, то есть, можно на самом деле объект восстановить, межобъект восстановить при помощи лидара. Он же депсмапа возвращает, просто ходишь, как депсмапа собираешь, но там не супер круто. То есть, там прям очень-очень бампи. Если ты просто реальти-капчер заведешь на фотках, будет реально лучше. Вот. Как ребята получили сцену прямо при помощи Structure for Motion, то есть, взяли фотки Лондона, очень-очень много, взяли, извлекли негкие поинты. Ну, это large scale data, понятно, что там была какая-то погрешность, какие-то они дополнительные трюки делают, чтобы все это фильтровать. Вот. Но, примерно, поматчили фотки, наверное, с очень высоким порогом, да, что если ты все-таки смотришь на Big Ben, там, то ты идеально хочешь его смачить с Big Ben, то есть, тебе лучше, у тебя очень много фоток Big Ben в Инстаграме, да, и тебе лучше, знаешь, типа как-то это потерять, ну, в общем, как-то сколько-то фоток потерять, чем какие-то лишние прицепить туда. Вот. Да, типа, ну, произвели такой large scale matching, еще, скорее всего, посегментировали людей, убрали, убрали все эти, все эти пиксели, да, и все. и запустили гигантский call map на много-много дней, на очень много дней, может, на месяц, не знаю, который все это оптимизировал. Вот. Как соответствие между точками устанавливается, вот, картинка, которая только что была, да, понятно, что нам тут нужно, чтобы как можно больше этих соответствий было, ну, установлено. Я вот не очень понимаю, как к одной точке поставить соответствие другую. Ну, смотри, у каждой точки есть эмбейдинг. В случае сифта это такой, по-моему, 128 у него размерность, это, короче, градиенты там из разных, в разные стороны идущие получаемые изнутренней репрезентации, какой-то, в суперпойнте, в суперпойнте это просто, ну, типа, дескрипторы. Вот. То есть ты между каждой, между двумя точками можешь семилляторить посчитать. Понял. Да. Вот. Ну, да, ну, там еще всякие юристики есть, типа, если у тебя куча-куча точек задают, ну, они как-то так лежат в пространстве, то, наверное, есть какой-то еще спейшел корреспондент между ними. Да, о, кстати, с суперпойнтом надо быть очень аккуратным, он, недавно со мной это направился, он не инвариантен относительно поворотов. Сифт инвариантен на вот суперпойнте, если ты перевернешь картинку, то там по-другому все замачится. Вот. Если ты хочешь там фоткать, допустим, не знаю, ну, какой-то объект там с двух сторон, да, и матчить разные штуки, то это не получится делать, если ты не перевернешь картинки, а потом перевернешь их обратно. Такие вот приколы. Окей, ребят, есть еще какие-то вопросы? У меня много вопросов, но я, пожалуй, не буду сделать. Если что, можешь мне просто написать, я happy на все ответить. хорошо, круто, что в этот раз можно голосом задавать вопросы в том числе. Ну, да, я думаю, что... Если что, у вас больше времени так уходит, понятно. Да нет, не то чтобы... Ну, я примерно на это и закладывал. Я примерно на это и рассчитывал. Вот. Окей, спасибо большое, ребят, что пришли, и хорошо у меня. Надеюсь, вам понравилось текстом. Пока-пока. Пока-пока.